А вы так про Майдан вспомнили? Я так понимаю, что это отсылочка к Олегу Матвечеву, депутату Госдумы, который написал, что, ну вернее, обвинил даже Гиркина в том, что он может начать Майдан? Ну да, тут такая, понимаете, вот этот вот клубок змей в этом путинском гадюшнике, он сложно переплетен. Дело в том, что Матвечев же отреагировал на расследование Навального. Ну, не Навального, Навальный что там расследует, он сидит там в этом самом, значит, в ШИЗО, не вылезая, и, в общем-то, борется просто за жизнь. Ему не до расследования. Команда Навального продолжает работать, расследует, и в частности было расследование про Матвечева. Вот, он, значит, ну, никакой угрозы его, так сказать, ему это расследование не было, ну так, репутационный укус небольшой. И он решил отреагировать, значит, отреагировал вот таким образом. Напомнил о себе, как такой борец за чистоту линии, так сказать, партии «Единая Россия» против патриотов, турбопатриотов. Ну, в данном случае там, в общем-то, речь была не столько и не только о Гиркине, сколько всё-таки о Соловьёве. Вот это там фамилия Соловьёва прозвучала в этом выступлении. И действительно, такое противоречие есть, потому что вот эти турбопатриоты, значит, Соловьёв и так далее, которые постоянно орут, что надо уничтожить Америку, что надо, так сказать, сейчас идти войной, ядерную бомбу обязательно кинуть, вот, они, в общем-то, раздражают, так сказать, таких умеренных единороссов, которые считают, что этого делать не надо, и которые, в принципе, уже многие из них понимают, что, в общем-то, война проиграна. И надо как-то выруливать на что-то другое, на что пока непонятно. Но надо как-то, так сказать, давать заднюю. И это было видно по поведению целого ряда, в том числе и Соловьёвских спикеров. Я уже, по-моему, даже в вашем эфире упоминал такую очень смешную дискуссию между Соловьёвым и Затулиным, а Затуллин, Константин Затуллин, это один из, так сказать, главных идеологов, значит, Новороссии, один из самых главных сторонников того, чтобы ещё в 90-х годах он всё время говорил о том, что Крым надо вернуть России и так далее. Вот, и, ну, понятно, так сказать, как он относится и к Украине, и действительно такой один из оголтелых милитаристов и имперцев. Но, тем не менее, он, в отличие от Соловьёва, всё-таки достаточно разумен и старается всё-таки не переходить вот эту грань полного безумия. И он говорил о том, что, ну, какой Херсон это Россия, так сказать, ну, остановитесь, успокойтесь, значит, какое Запорожье это Россия? Запорожье, это вот запорожские казаки, это Украина. Вот, поэтому, значит, вот этот раскол на, я бы сказал, рациональных фашистов и фашистов безбашенных, он происходит. Вот, это заметно. Ну, и плюс к этому ещё раскол на, по поводу войны за собственность и за ресурсов. Так что в этом гадючнике постепенно начинает вот этот клубок единомышленников, начинает, так сказать, грызться по мере… Но ничего не произойдёт абсолютно, если не произойдёт сокрушительное поражение российской армии. Я думаю, что от степени поражения зависит скорость и глубина этого раскола. Кстати, о том, что ПВК там начали грызться между собой, я смотрела какую-то стату Ольги Романовой, которая основательница фонда «Русь сидящая». Она говорила о том, что если раньше там Минобороны иногда захаживала в тюрьмы, то теперь они прямо вербуют заключённых. То есть я так подумала, они, наверное, посмотрели, что если ПВК может себе их набирать, то, значит, а почему мы будем терять такой ценный ресурс? Ну, да, действительно, Шойгу, так сказать, создаёт собственную частную военную компанию. Просто разница в том, что он в основном вербует в так называемых красных зонах, то есть из числа бывших спецназовцев, из числа бывших прокуроров, отбывающих наказание. То есть у него свои... Элита такая? Нет, это не элита, это просто уголовники, это обычные уголовники, но бывшие сотрудники, так сказать, полиции, прокуратуры и так далее. Они сидят, ну, поскольку их помещать в общей колонии с уголовниками нельзя, понятны результаты, то в России существуют так называемые красные зоны, которые предназначены специально для вот этого контингента. Вот там как раз и вербуют себе, так сказать, бойцов ведомства Шойгу. Ну, на самом деле тут есть, безусловно, проблема, потому что, в общем-то, насколько мне известно, у Пригожина уже нет тех успехов в вербовке уголовников на фронт, потому что более-менее понятно, ведь слухи распространяются мгновенно, в том числе и плохие, и известно, что происходит с этими уголовниками на фронте. Их бросают как пушечное мясо, и очень небольшое только количество доживает до освобождения. Поэтому, ну, в принципе, эта информация очень быстро распространяется, и вроде бы как у Пригожина нет больше успехов в больших вербовке заключенных. Ну, я думаю, что все-таки количество зэков в России достаточно большое, и поэтому он по-прежнему сможет набирать пушечное мясо по тюрьмам в России. Да разве только их бросают как пушечное мясо? Вот если посмотреть на цифры Генштаба, за вчера 910 убитыми, за позавчера 1030 убитыми. То есть это те цифры, которые мы видели в начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, да там, февраль-март. Теперь мы видим те же цифры, только теперь мы понимаем, что линия фронта, она, ну, немножко меньше, да, нежели была в первые дни. У меня уже такое ощущение, как будто если просто выпустить пулю, вот как минимум пятерых можно убить, потому что такая плотность там сейчас этих мобилизованных находится. Тем не менее, вот мальчиков, которые выжили в Макеевском ПТУ, которые не получили там пожизненный диплом, вот днями они записывали какое-то видеообращение о том, что их никуда не хотят брать, а если берут, то тогда их хотят расформировать. Я так понимаю, что это уже какая-то такая черная метка, бояться, наверное, брать к себе этих макеевских мальчиков, чтобы туда не прилетело. Ну, мне трудно сказать, я не знаю о судьбе этих макеевских мальчиков, я знаю только одно, то, что у Путина нет другого шанса, другой версии, другой линии поведения, кроме как забрасывать телами мобилизованных линию фронта. Ну, просто другой стратегии путинская армия не знает, то есть она заточена на это. Поэтому будут продолжаться жертвы, и вот есть еще такая ложная абсолютно гипотеза, что существует какой-то предел, после которого, так сказать, все уже дальше, там Россия не сможет воевать, предел жертв. Это ошибка, такого предела не существует. Надо просто это иметь в виду, ну, так, чтобы не разочаровываться. На сегодняшний момент, ну, до тех пор, пока существует этот режим, вот этого предела жертв не существует. Во-первых, потому что россияне не знают, сколько погибло, то есть таких данных нет, поэтому вот этой ужасающей цифры, которая бы в головах каждого россиянина существовала, ее нет. Ну, а во-вторых, даже если возникнет какой-то протест, то эту энергетику протеста, так сказать, некуда девать, потому что в условиях вот такого тоталитарного фашистского режима, когда внутри России армия, направленная на подавление любых протестов, она больше, чем та армия, которая и лучше снабжается, лучше обеспечивается, чем та армия, которая сейчас, так сказать, пытается оккупировать Украину. Так что никаких шансов на какой-то внутренний протест нет. Эти шансы появятся только тогда, когда, так сказать, режим начнет рушиться. И, кстати говоря, только тогда мы узнаем размер внутренней энергии этого протеста. Так же, как до прихода Горбачева и до того, как Горбачев открыл форточку, невозможно было оценить энергетику, силу, энергии протеста, который был в Советском Союзе. Он был, просто об этом невозможно было узнать. Как только вот эта форточка была открыта, стало понятно, что этот протест есть, он начал проявляться. Так же будет и здесь. Только это будет другая технология, другая дорожная карта в освобождении этого протеста. Здесь это будет вскрытие вот этой консервной банки, значит, закупоренной с помощью победы украинских войск. И дальше уже, ну, дальше уже пойдет так, как пойдет. Здесь уже, я думаю, что ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни другие страны не смогут никак влиять на те процессы, которые происходят внутри России.